Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1782 и сборник Адемидовича. Найти следующий интеграл. Начнем мы с того, что сделаем замену, которая на первый взгляд не очень очевидна. x равен a косинус t. Так как у нас в знаменателе стоит a минус x, то x у нас не может обращаться в a. Поэтому сразу же наложим ограничение на t, что t у нас больше нуля, но меньше либо равно π. При таком выборе t у нас косинус биективен и замена корректно определена. Также обращаю внимание, что при данном выборе t функция, стоящая под корнем, будет неотрицательной. И сейчас мы в этом убедимся. Давайте посмотрим, что произойдет после замены. Квадратный корень из a плюс a косинус t разделить на a минус a косинус t. a можно вынести за скобки. Получается квадратный корень. a умножить на 1 плюс косинус t разделить на a умножить на 1 минус косинус t. a у нас благополучно сокращается. Теперь распишем косинус через половинный угол. В первом случае возьмем косинус t равным 2 косинус квадрат t пополам минус 1. И у нас тогда останется 2 косинус квадрат t пополам. А во втором случае заменим косинус t на 1 минус 2 синус квадрат t пополам. А значит получится 2 синус квадрат t пополам. Все это под корнем. И действительно, с учетом выбора нашего t, мы видим, что подкоренная функция определена и все время больше либо равна нулю. Сократим на двойки. И мы видим, что под корнем у нас стоит косинус квадрат t пополам разделить на синус квадрат t пополам. Мы можем заменить это на котангенс квадрат t пополам. Излечение квадратного корня из котангенса квадрат t пополам дает нам модуль котангенса t пополам. Ну а теперь заметим, что t у нас принадлежит от нуля до π, а значит t пополам у нас принадлежит от нуля до π пополам. А на этом промежутке котангенс не отрицателен, а значит модуль мы можем опустить и получаем просто котангенс t пополам. Теперь пересчитаем дифференциал. dx равно производная а косинус t, константу выносим за знак производной, а производная косинуса минус синус t. И еще dt не забываем. Так как у нас бадинтегральное выражение преобразовалось в котангенс t пополам, а дифференциал содержит синус t, то имеет смысл перейти к половинным углам в дифференциале и написать, что dx равно минус 2а умножить на синус t пополам косинус t пополам по формуле двойного угла для синуса dt. Все готово, чтобы сделать замену. Интеграл. Котангенс t пополам запишем сразу как косинус t пополам деленное на синус t пополам. А dx у нас равняется минус 2а синус t пополам косинус t пополам dt. Синус t пополам и синус t пополам сокращаются. Минус а как константу вынесем за знак интеграла, а двойку оставим в интеграле. Посмотрим, что получится. минус а интеграл 2а косинус квадрат t пополам dt. И мы вновь воспользуемся формулой понижения степени для косинуса. Получается минус а интеграл единица плюс косинус t dt. интегрируем почленно. Интеграл единицы dt это t и не забываем умножить на минус а. Поэтому получается минус а т. Интеграл косинуса t dt это синус t и не забываем умножить на минус а. Поэтому получается минус АТ минус А синус Т плюс константа. И нам остается сделать обратную замену. Для этого давайте выразим Т и синус Т. Х у нас равен А косинус Т. А значит косинус Т равен Х деленное на А. С учетом выбора Т, Т у нас выразится как арк косинус. Х деленное на А. Про синус Т мы знаем, что он неотрицательный. И теперь, используя основное тригонометрическое тождество, мы можем его найти. Получается синус Т равен корень квадратный в силу неотрицательности синуса. Единица минус косинус квадрат Т. А косинус Т это у нас Х деленное на А. Поэтому единица минус Х квадрат деленное на А квадрат. Равно. Делаем обратную замену. И получаем минус А арк косинус Х деленное на А. минус А умножить на корень квадратный единица минус Х квадрат деленное на А квадрат. Плюс константа. Это и будет ответом на нашу задачу. Всем спасибо за просмотр. Своё мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья в соцсетях. И вступайте в группу ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok